Я, честно говоря, очень расстроен. С Сбербанком, Сбермегамаркетом, это какой-то кошмар. Постоянные проблемы с доставкой. Нет статуса доставки. У меня трижды были какие-то габаритные заказы, и трижды Сбермегамаркет не то, что проваливал доставку. Они не сообщали о статусе доставки, либо сообщали неправильно. В частности, вот эта проблема, допустим, это один и тот же заказ. А нет, это два. Неполный заказ. Не та комплектация заказа пришла. Я очень долго ждал решения проблемы. В итоге мне пришлось ехать совершенно... Во-первых, связываться через Телеграм с продавцом. Это была мелкая посылка. Но мне пришлось ехать в другой город за этой мелкой посылкой. Благо тут расстояние небольшое. Потом Топпер. Это более габаритная посылка. И проблема 30 ноября. Решилась она только 28 декабря. То есть мне деньги вернулись за неподошедший товар. Хотя должны были вернуться по правилам Сбермегамаркета в течение нескольких дней. И последняя ситуация. Это мой заказ велосипеда. Вроде бы цена была привлекательная. Я заказал велосипед 25 марта. Доставка должна была быть 27 марта. Доставку провалили. Мне пришло СМС о том, что в течение 48 часов у меня будет уточнена доставка. Никто ничего не уточнял. Автоинформатор говорит о том, что товары задерживаются. Но одно дело, когда товар задерживается. Другое дело, что этот товар даже не отгрузили в доставку. Товар не отгрузили. Поэтому со мной никто не общается в Сбермегамаркете, потому что товар не отгружен. В итоге мне проходит второе СМС. Это о том, что на неделю задерживается доставка этого товара. До 31 марта будет этот вопрос решаться. Сам Сбермегамаркет создает вот эту заявку, что не был получен заказ. Мне приходили здесь... Я изложил, какая была ситуация. О том, что доставка... Сбермегамаркет со мной свяжется до 31 марта. Что же вы думаете? Сегодня 1 апреля. Я сегодня вызванивал Сбермегамаркет. Во-первых, со мной никто не связался. Во-вторых, они ничего не смогли мне сказать по этой доставке в принципе. Они мне сказали, что информации у них по этой доставке нет. Это по состоянию на 1 апреля. И это бардак. Это ужасный... Это не задержка. Это товар. Я подозреваю, он даже не отгружался в мою сторону. То есть, в открытой аферте заказа указано было о том, что мой заказ будет исполнен в течение трех календарных дней. В результате, в течение недели у меня даже не определилась сама доставка. Товар был снят с продажи. Вот этот. И да, этот велосипед он как бы идет со скидкой по отношению к рынку. Ну, небольшая скидка. Нижняя граница... Оверпрайс сейчас на него 30 тысяч, а нижняя граница предложений от 22 до 25 тысяч рублей. 24 тысячи рублей – это вполне нормальная цена рыночная. Но я... Я... Это ужас. Это работа Сбер Мегамаркета ужасна. Просто нет возможности получить никакой информации. Нет статуса. У меня статус первичной обработки заказа. Подтверждение продавцом. Этот статус у меня появился через 5 минут после оплаты. Продавец подтвердил. И дальше все. Никакие статусы не менялись. Доставка не формировалась. Она не была сформирована на... На стороне продавца. Она не была, получается, сформирована. И на этом все зависло. Сейчас я отменил заказ. И проблема в Сбер Мегамаркетах в том, что они как бы говорят о том, что деньги вернутся в течение двух суток. Но деньги не вернутся в течение двух суток. Прошлый раз я целый месяц ожидал возврата денег. К сожалению, да, мы говорим, что сейчас велосипедный сезон. Это означает, что я не смогу нормально купить велосипед. То есть те предложения, там те варианты по покупке велосипеда, которые были, но вот в частности вот такой велосипед. Но я его не куплю. К моменту, когда мне вернут деньги, этого велосипеда здесь не будет. Да и не хочу я через Сбер Мегамаркет уже, честно говоря, что-либо заказывать. Я боюсь, что с этим велосипедом будет точно такая история. Мне его не отгрузят. У меня будут деньги висеть в Сбер Мегамаркете несколько месяцев подряд. То есть, к сожалению, у нас очень любят Сбербанк. Считается, что Сбербанк и Яндекс сотрудничали. Считается, что Сбер Мегамаркет взял все лучшее. Но, к сожалению, Сбер Мегамаркет нормально не работает. Во всяком случае, мелкие заказы они реализуют. В частности, у меня кофе приходило по заказу. Может быть, тут появится. Этот заказ у меня был нормальный. Но, опять же, через через другую систему. Через почтоматы. Вот. А вот с топером это габаритный груз. То есть, он там коробка 40 на 50 сантиметров 3 килограмма. Но, я так понимаю, что эта коробка больше, чем сумка доставщика. Вот. Поэтому с этим грузом были проблемы. С велосипедом, а это коробка весом где-то 13-14 килограмм. С этой коробкой тоже большие проблемы. В общем, я не хочу с ними связываться. Я просто закажу какой-то велосипед. А может быть, уже никакой велосипед не закажу. Потому что, я не вижу нормальных цен сейчас уже. Время потеряно. Сейчас уже начало апреля. Одно дело искать какие-то возможности по велосипеду 25 марта и там и даже 28-30 марта. Другое дело сейчас в начале апреля. Это очень-очень грустно. Вот такая неприятная история с Сбер Мегамаркетом. Я им дал, в принципе, второй шанс. Но никогда больше я связываться с этим маркетплейсом не буду. По такому типу заказов. Мелкие заказы, какие-нибудь продуктовые, в почтоматы. Да, это может быть. Но обычные заказы я через них делать не буду. Потому что еще раз повторю. Да, и то, что мне сегодня совершенно не понравилось. Они сами по своей инициативе закрыли проблему. Они ее решили. Проблему с тем, что нет статуса доставки. Они написали, что они обычно отвечают в течение одного-двух рабочих дней. И в итоге они мне автоматически по своей инициативе, без моего согласия, они закрыли это обращение. Комментарии отключены. Я тут писал, что никакой конкретной информации по этой доставке я так и не получил за все время. Статусы не работают. Операторы поддержки, да, кстати, чат с поддержкой, вы представляете, что происходит? Полный игнор. Информация никаким образом никто не отвечает. Вот я вижу галочки, где заказ, что заказом, вот что я получаю в ответ. это онлайн консультант. выйти на нормального консультанта невозможно. В последние недели, даже в последние месяцы чат с Бермегамаркета не функционален. Мало того, что была большая проблема с бонусами, они были стерты. Но вот это все. то есть я не знаю, мне очень не нравится работа Сбер Мегамаркета. Простите меня, как бы в чем-то они неплохо работали, но по-моему что-то рухнуло в плане организационном. Это ужас. Нет слов. Я даже не знаю, я консультирую с юристом, можно ли мне подать на них в суд. потому что я лишился возможности приобретения вот этого товара. Я упустил время для покупки велосипеда на озоне. Были предложения, все ушло. Начинается велосипедный сезон. Я как потребитель пострадал тем, что связался со Сбер Мегамаркетом.